20 минут, да, как все? Да, 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 конечно. Так, доброе утро, коллеги. На прошлом конгрессе мой товарищ по изучению науки, Егор Васильевич Пестерев, докладывал вам нашу общую работу о новом взгляде на термодинамическое поле. В частности, на новый взгляд на третье начало, на второе начало термодинамики. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на отдельном, частном случае вот этого третьего начала, но к которому иногда сводит все третье начало, это на цикле Корно. С полевой точки зрения это будет несколько иначе, и будет другим результат. Оказывается, что при аккуратном полевом анализе мы получаем КПД, зависящим от среды, от рабочего тела. И выбирая соответствующим образом рабочее тело, мы можем достичь коэффициента больше единицы. Ну, на самом деле это означает, что мы в одну сторону отдаем полю больше, чем мы затратили, а в другом обратном цикле получаем из поля больше, чем мы затратили. Так что при этом первое начало не нарушается. А вот второе, значит, я постараюсь изложить. Значит, это на самом деле русская версия моего английского доклада, который я делал целый час слишком. Значит, соответственно, хотя я по-русски говорю быстрее, наверное, но я за 20 минут не успею изложить суть дела. Поэтому я первое напомню, что говорилось вот в новом, в новой теории термодинамики. Потом, если успею, покажу, чем отличаются графики, которым мы пришли от традиционных графиков цикла Корно. Ну, и если совсем останется время, сделаю некие, так сказать, полуфантастические прогнозы на то, значит, как, что можно из этого извлечь. Значит, а большую часть я готов вот на дискуссионном клубе повторить, изменить, так сказать, и обсудить. Итак, полевой взгляд на проблемы термодинамики, циклы термодинамического поля. Выводы из цикла Корно стали существенным препятствием для инженеров в их практической деятельности по оптимизации работы различного рода тепловых двигателей. Анализ термодинамики с полевой точки зрения, развитой в работе, о которой я упомянул, привел к необходимости пересмотра и иного понимания ряда проблем термодинамики и квантовой механики. Естественно, возникает вопрос и о ревизии соображений, лежащих в основе рассуждений в цикле Корно, что представляется странным априори. Хотя все разговоры при описании цикла ведутся о теплоте, главным результатом оказывается формула коэффициента полезного действия, в которой фигурирует только начальная и конечная температура. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это проблема не только цикла Корно, но и всей современной термодинамики. Корни ее лежат в первоначальном периоде развития термодинамики как науки. Тогда речь шла об исследовании взаимосвязи трех объектов. Теплоты, которые связывались с представлением о теплороде. Температура, которые связывались с ощущением горячо-холодно. И неким коэффициентом, который переводит теплоту в температуру. Этот коэффициент был назван энтропией. Потом выяснилось, что представление о теплороде не согласуется с некоторыми экспериментами. Вместо того, чтобы это представление модифицировать, от него вообще отказались. Так, понятие теплоты осталось вообще неясным. Хотя уже существовало и оправдалось в эксперименте известное уравнение в частных производных, описывающее распространение теплоты, то бишь теплорода. На эту проблему наложилась еще одна. В экспериментах фигурировал газ. И абстрактное понятие тепловой энергии связывали с характеристиками газа. Равенство 1,1. Здесь дубль В, тепловая энергия, П-давление. Но я не буду перечислять, чтобы немножко сократить свое время. Казалось бы, отсюда следует, что тепловой дифференциал имеет вид 1,2. Он явно является полным. Однако в экспериментах обычно учитывалось только первое, слагаемое в 1,2. По этой, а также по ряду других исторических причин, тепловую энергию стали считать не локальной функцией, а чтобы это учесть, стали писать вместо полного дифференциала ДВ в вариационный дифференциал Дельта ДВ. Заметим, кстати, что такая функция не может удовлетворять уравнению в частных производных. В лучшем случае она может быть решением некого вариационного уравнения. По-видимому, эта проблема была унаследована от еще более древней проблемы, затрудняющей механические исследования и до наших дней. Хотя работа в механике определяется как произведение силы на путь... Что такое? Так, куда-то у меня пропало 1,2. Секундочку. Что-что? Вот. Да, это одно и то же, да. Это одно и то же. Так, ну ладно, значит, я... Да, немножко здесь пропущено. Хорошо. Значит, я просто скажу пару слов о механике, и поскольку эта тема знакомая и родная, я думаю, что особых вопросов она не вызовет. Хотя работа в механике определяется как произведение силы на путь... И на кофе на сухой плане. Скалярное произведение силы на путь. Да? Тем не менее, приращение работы определяется как произведение силы на приращение пути. Дельта А равно Ф умножить скалярно на ДЛ. Хотя, конечно, дифференциал работы, естественно, было бы рассматривать как полный. ДА равно Ф на ДЛ скалярно. Плюс Л на ДФ скалярно. Положение дел с температурой оказалось несколько лучше. Было принято третье начало термодинамики, фактически, оксиматизирующей существование температуры. Была определена четкая процедура ее измерения. Положение дел было признано удовлетворительным по принципу Если умеем измерять, значит и понимаем суть дела. Непонимание физической сути теплоты ликвидировали, определив ее как фактически линейную функцию температуры. Смотрите справочники, где теплота определяется через температуру. Таким образом, в современной физике теплота фактически является известной функцией температуры. Зная, сколько градусов, мы уже знаем, сколько калорий и обратное. Но тогда нелокальная функция тепловая энергия W не может быть линейной функцией температуры. Недаром в литературе упомянутое уравнение теплопроводности все чаще называют уравнением температуропроводности. Хотя это, по упомянутому определению, возможно только при постоянной энтропии, то есть в равновесном процессе. Поэтому, когда энтропию определяют как... Так, вернемся. Как уравнением 1,3, где дельта W уже вариационный дифференциал, T температура ADS локальный дифференциал энтропии, положение совершенно запутывается. Ведь мы даже не можем поставить термодинамическую задачу. Для этого нам надо иметь три независимых определения. Теплоты, температуры и энтропии. А первые два понятия здесь уже связаны. Тогда энтропия 1,3 оказывается линейной функцией T, что делает ненужным второе начало термодинамики. Всякий процесс будет равновесным, то есть будет происходить с постоянной энтропией. Введение в работе моей по механическим размерностям для термодинамических величин позволило развести эти понятия, произвести тот анализ, который будет рассмотрен ниже. Все, не туда я жму. Так. Значит, что было сделано? Была введена кинематика поверхностного движения, детерминистки описывающие движения, например, броуновской частицы, а также многие процессы в квантовой механике. Скорость такого движения имеет размерность метр квадрат в секунду. Второе. Представление о поверхностном движении было связано с идеей температуры и скоростью движения термодинамической волны. Повышение температуры ансамбля частиц означает увеличение поверхностных скоростей этих частиц. Само понятие температуры означает близость поверхностных скоростей частиц ансамбля. Третье. Было введено понятие термодинамического поля, заряда термодинамического поля. Оно совпало с постоянной планкой H. При этом оказалось, что теплота имеет размерность частоты, а энергия коллимания термодинамического заряда H-омега является тепловой энергией. Четвертое. Уравнение термодинамической волны по моему представлению имеет вид равенства 2,1. Здесь, повторюсь, омега теплота, размерность частоты, S-энтропия, T-температура, размерность метр квадрат в секунду. То есть, 2,1 является точной аналогией описания световой волны. Равенство 2,2. Здесь омега тоже частота, но уже световой волны. C-эе скорость. Посмотрите на 2,1. Там это T. И L-волновое число. Здесь, в 2,1, это энтропия. Размерность единицы на секунду, да, получается омега? Что? Омега получается размерность единицы на секунду, да? Я бы сказал, радиан в секунду. Ну или радиан. Вот мы на эту тему, на дискуссии еще поговорим. Мне представляется важным именно радиан, что с моей точки зрения, радиан это еще одно измерение дополнительное к времени, пространственным координатам. Я думал, он со мной согласится. Я думал, и все, 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 все. Из 2,1 следует, что тепловая энергия аж омега... Давайте я вернусь все же. Или к 2,1 еще вернуться, да? Из 2,1 следует, что тепловая энергия аж омега имеет размерность килограмма метр в квадрате на секунду в квадрате. То есть обычная энергия в классическом смысле. А вот и она имеет смысл энергии колебания термодинамического заряда аж. А вот энергия аж т. Это энергия поверхностного движения термодинамических зарядов аж. Ее размерность килограмма метр в четвертой разделить на секунду в квадрате. Она отличается от нашего привычного понимания энергии. но и отличается тем, что соединяется, переходит в тепловую, а тепловая как бы с постоянным коэффициентом переходит в другие виды энергии. Так вот эта термическая, я ее называю, энергия ht, она отличается от других видов энергии тем, что переходит в обычные виды энергии с переменным коэффициентом, а именно энтропией. Собственно, существование этого вида энергии и есть причина появления второго начала термодинамики. Выше упоминалось, что в современной физике теплоту линейно связывают с температурой. Так что, когда в учебнике говорят о невозможности перевести теплоту полностью в работу, мы должны понимать, что на самом деле утверждается невозможность стопроцентного перевода в работу энергии термического поля. В рамках полевого анализа термодинамики это существенно различные утверждения. Задача настоящего разговора – найти условия перехода теплоты в энергию термического поля и обратно в процессах, аналогичных типу циклу Корно. Значит, в некой своей другой работе я показал, что адиабатический процесс, то есть процесс без изменения теплоты, описывается уравне равенством типа 2-3. Здесь С0 и Т0 – начальная энтропия и начальная температура. По определению, при адиабатическом процессе мы не можем произвести никакой работы, поскольку нет приращения теплоты. Повторюсь еще раз, приращение термодинамической теплоты в нынешнем понимании связано целиком с тепловой энергией. Равенство 2-3 мы получаем из полевого уравнения 2-1, из которого следует... Ну, давайте я вернусь к 2-1, чтобы... Посмотрите. Значит, мы получаем, стартуем с 2-1 и получаем... Ну, ясно, что если мы продифференцируем, да, справа будет 0, и тогда решением соответствующего дифференциального уравнения будет та функция, которая написана в 2-3. Это возможно только тогда, когда энтропия постоянно... Значит, следует, что теплота омега не может быть в общем случае линейной функции температуры. Это возможно только тогда, когда энтропия постоянно, процесс равновесен. Но главная проблема современной термодинамики в том и состоит, что энтропия в равенстве 2-1 не постоянно, а является переменной величиной. Несколько яснее в настоящее время положение дел с понятием температуры. С полевой точки зрения температура – это поверхностная скорость термодинамической волны, точный аналог скорости света в электродинамике. Так что в полевых терминах мы обязаны так же, как в электродинамике, различать групповую скорость пакет волн и фазовую скорость волн, порожденных колебаниями отдельных частиц. Как и в электродинамике, термодинамическую, термическую энергию переносит групповая волна, тогда как методы измерения температуры в современной термодинамике дают нам просто среднюю фазовую скорость волн, порожденных ансамблем частиц. В свое время для специалистов был шоковым эксперимент Пёрсила и Паунда, показавший, что спина частиц во внешнем магнитном поле, направленной в одну сторону, при очень высоких температурах меняет направление на противоположное. Этот эксперимент объяснили в рамках предположения, что за бесконечно большой положительной температурой начинается область отрицательных температур, что якобы и приводит к рассматриваемым эффектам. Ну, здесь вам не уследить, просто если мы изменим знак в определении тропии, то мы, значит, а как мы его можем изменить, заменив Т, значит, на минус Т? 21 сантиметр, то же самое. Инверсная населённость, это... Это так... Так... Объяснение, конечно, странное, хотя бы уже потому, что сколь бы высока ни была температура эксперимента, она заведомо не превышала бесконечно. В своей работе я показал, что температура эксперимента Парсел и Паунда была оценена теоретически приблизительно в 10 миллиардов градусов и столкована как аналог скорости света в свободном эфире. Эта температура является граничной в том смысле, что при переходе через неё изменяются свойства свободного эфира. Термодинамическое же поле перестаёт поглощать энергию и начинает её отдавать. Такие температуры в привычных средах известны. Например, температура кипения воды. Их называют температурами фазового перехода. Мы этого термина будем избегать, чтобы не возникало путаницы с понятием фазовой скорости термодинамической волны. Граничные скорости будем обозначать через Т с индексом Ж, групповое. Они имеют смысл в групповой поверхностной скорости термодинамической волны. Уже, да? Всё. Да, ещё у меня минутка есть. Ну, значит, как и всякий отец, который своего ребёнка представляет, я, естественно, увлёкся и своё время уже съел. Значит, я сейчас, может быть, просто покажу графики, которые отличают традиционное понимание. Ну, вот, это уже надо пояснять. Надо пояснять. Так. Ну, вот, пожалуй, поясню. Вот окончательный результат тех вещей, которых я пока даже не подошёл. 3,9. Равенство 3,9. Значит, в квадратных скобках я специально выделил выражение для коэффициента полезного действия Корно. А при нём стоит коэффициент ТЖ – это некая максимальная скорость, но для воды это точка кипения. А Т1 – это та, с которой мы начинаем нагревание. Значит, она явно больше единицы. И дальше я нахожу вот 3,10. 3,10 – это уже 4,1, да? Ну, ладно. В общем, я, к сожалению. Значит, вот график, скажем, полевого цикла. Он, давайте вернёмся, сравню. Значит, он, видите, состоит из гипербол. Гиперболы зачерчивают соответствующую плоскость. Тогда как в классическом случае, значит, 4,1 – это прямоугольник. Так, спасибо за внимание. Я, значит, если у меня есть время ответить на вопросы, я отвечу. А если его нету, значит, я переношу разговоры на дискуссионный клуб. Ну, если есть, коротко, да, пожалуйста. Так, я на прошлом конгрессии и вчера показывал, что я ответил на все те вопросы, из-за которых был отвергнут теплород. Вы сейчас сказали, что там на какие-то вопросы теплород не ответил. Можете мне сказать, что это за вопросы? Теплород не ответил или идея теплорода не ответила? Ну, теория теплорода, на какие, из-за чего ее отвергли? А, ну, они считали, что, скажем, теплород должен сохраняться. А он явно не сохраняется. Вот это главной было, так сказать, главной претензией к теплороду. Они это представляли себе в виде жидкости. Ну, собственно, в некотором смысле так оно и есть. Когда мы колеблем что-то, да, мы, значит, распространяем эти колебания в виде этого. Но эти колебания заведомо не сохраняются. Так что здесь... Я не понял ответа. В смысле, как вам не сохраняется? На дискуссии. Ну, давайте на дискуссии продолжим. Яславович, можно вернуться к ТЖ обозначения? ТЖ? А, ну, для воды это температура кипения воды. При каких условиях? Что? Температура кипения. А, да, да, да. Так вот, все это при тех, которые вы хотите, вы создали. Там давление, там все эти штуки. Вы создали, вот это ТЖ и берете. Это же работает двигатель. Какое вы давление там все создали, вот это и есть ТЖ. То есть, это та температура, при которой в данных условиях... Не обязательно нормальная, да? Совсем не обязательно даже это. Переходит вода в пар. Вот и все. Ну, у него есть критическое состояние, там, при 400... Да, 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 да. Вот все это учитывается в этом ТЖ, да. Ну, я не знаю... Скоро как? Да. Да. Кривой планка. Да. Вот наша температура 37 градусов. Кривой планка, что это за зверь такой? У спектрального полотенца. А, ну да. У черного тела. Ну, посчитаем полную. Значит, температура 37, максимум будет на 9-38 микрометра. Так что? Значит, закон Стефана Больцмана, энергия равняется к умножить на... Так, закон Стефан Больцмана, я не затрагиваю. Криватура, это то же самое. Так, это высказывание, это высказывание, это не вопрос. Откуда берется избыточность энергии? Что? Откуда берется избыточность энергии? Вы сказали, КПД больше. Откуда берется вот избыточность? Значит, вот это всех удивляет. Но никого не удивляет, когда я подношу спичку к Форесту и получаю кучу энергии из энергии спички. Откуда я ее получаю? Ну, в случае, в примере, из среды. Из среды. Я бутылку водки превращил в седу, в кислый газ и в водку. Во что вы превращаете бутылку водки, мы поговорим отдельно. Из среды. Из среды. Я могу отдать среде больше? И это, кажется, стандартно. Среду вы имеете эфир или... Все, давайте на дискуссии поговорим на эту тему. Ну, что-то полуфейнерное. Спасибо. Спасибо.